Известь, один объем. Мы их смешали, и она стала гуще. Смотрите, опилка вот такая вот, с ленточной пилы мелкая, да, крошка. Вот такой он интересный раствор. Он легко сходит с мастерка, как пожарная изоляция. Лучшего еще никто не придумал. Ни вода, ни пар, ни влага до дерева, до несущей конструкции не дойдет. Александр Анатольевич, можешь поделиться приготовлением вот этих интересных растворов, которые используешь в побелке, да, я как понимаю. В отделке, в отделке, в отделке, в штукатуре, именно парилок. Парилок, я понимаю, защитой можно, это также использовать как защиту... Как защиту древесины, да, защита древесины. Если рядом стоит печка, рядом печку ставим, и рядом деревянная конструкция, то есть их необходимо защитить. Потому что по нормам у нас отступка 50 сантиметров от дыма, да, деревянных, не обработанных, не защищенного дерева, 50 сантиметров. Это ворует очень много места, то есть в современных условиях, когда домики, в принципе, компактные строят, это непозволительно. То есть, и чтобы прижать печку к стене поближе, да, то есть необходимо сделать защиту древесины. 150, 200, 300 лет назад уже этим пользовались, применяли. С тех пор, как русские печи в дом переехали, и не было дымоходов, не было. Было окошечко такое, чтобы дым выходил, да, Волок назывался, это окно вот в Тальцах музея у нас есть. То есть, печка топится вовнутрь дома, как по-черному, да, и дым выходит через форточку. То есть, вот так вот было. И чтобы дома не горели, то есть, люди что делали? Они их обмазывали глиной, да, штукатурили. Вот, потом оказалось, что глина, одна глина плохо держится, надо добавлять песок. Потом оказалось, что надо еще и белить, белить, то есть, добавлять известку обязательно. Почему? Потому что известка очищает воздух, то есть, не дает угореть, когда печка топится в дом. Угарный газ, понятно, накапливается в порах древесины, в кирпиче, в глине, в пористых материалах. Он тяжелый и легко в поры входит. И оттуда потом, когда уже все закрыто, да, то есть, он смешивается с комнатным воздухом, и, понятно, люди угорают. Вот, и опытом поколений, печальным опытом пришли к тому, что известка просто в этом смысле необходима, потому что она поглощает угарный газ. Негашенная известь, которую мы гасим, она забирает угарный газ. Но она какое-то время забирает? Все время, все оставшееся время. Она кристаллизуется на протяжении 200-300 лет. Ну, то есть, она может брать, брать, брать и перерабатывать. Она все время будет брать. Да, потому что мы, когда пользуемся известкой, вот, смотрите, вот бочка, да, бочка. В ней находится затворенная известь. И она находится в ней всегда, вот здесь вот. Вот, вот сейчас, если посмотреть, она отстоялась, да, отстоялась. И здесь мы видим просто щелочная водичка, да, то есть, щелочная водичка. Ей можно обрабатывать древесину, она переходит в состав трудновозгораемой. То есть, не надо никакого гранита. Вот это вот настой известковый. Два раза сюда макнуть доску, и она уже очень трудно будет возгораться. Вот, ну, если мы сделаем вот так. Вот, что я сделал? Значит, я ее перебутарил раньше, и здесь затворяли в творильных ямах. То есть, выкапывались ямы, туда засыпалась жженая, и звездка, да, жженая. И заливали водой. Потом протыкали шестами, то есть, чтобы углекислый газ выходил свободно, то есть, как бы, и чтобы процесс затворения, ну, шел нормально. То есть, надо протыкать, перемешивать. Сейчас у нас есть миксера, то есть, миксером перемешал, это более эффективно, чем протыкать. Но, звездка должна быть затворена, ну, хотя бы дня за три, за четыре, то есть, чтобы она нормально прореагировалась. Значит, в данном случае, если мы ее пытаемся использовать в противопожарных мероприятиях, ее лучше не дозатворять. То есть, вот, сегодня утром я налил воды и засыпал сюда 8 килограмм извести, да, то есть, ну, если бочку потрогать, она еще теплая. То есть, химический процесс. То есть, у меня сныло, процесс еще идет, да. То есть, она не до конца прореагировала, не до конца еще, то есть, взяла в себя воду. Значит, что я делаю дальше? Нам нужно сделать состав, чтобы он был наполовину состоял из извести, наполовину из глины. Как это сделать? Значит, глина также у нас, глина также затворяется. Значит, глина, глина должна быть затворенная всегда. То есть, до начала работ с глиняными растворами, глина хотя бы неделю должна покиснуть. Неделю, чтобы она напиталась полностью водой. Потому что глинистые минералы, ну, бывает, впитывают 120-130% объема воды, который они занимают. И впитывают его не то, что там она набухла. Да, она набухла. Но набухла всего на 20-30%. А остальное это в межкристаллические, ну, то есть, слои. Глина это кристаллический минерал, который имеет кристаллическую структуру. И вода входит в межслойное, в межкристаллическое пространство. Поэтому, чтобы она была эластичная, пластичная и легко вступала в реакцию с другими составами, допустим, с известью, надо, чтобы она хотя бы неделю была затворенная, чтобы она нормально набухла, ну, как говорят, закисла. То есть, вот, дальше что делаем? Чтобы примерно поровну это сделать, берем известь, допустим, один объем, наливаем, ну, два, вот, два. Вот консистенция, видите, какая, да? Ну, такой жиденький кисель. Глину, глину, глиняное молоко. Также, вот, смотрите, консистенция. Вот, чуть-чуть получилось жирноватая, жирноватая, там, надо... А как понимаешь, то есть... Ну, по густоте, по густоте. То есть, если мы будем пользоваться... Есть такой прибор, который определяет вязкость, вязкость раствора, да, то есть, висказиметр называется. Вот, и по вязкости они должны быть примерно одинаковые, чтобы получить одинаковые концентрации. То есть, вот, сейчас я чуть-чуть разбавил глиняное молоко. Вот оно, смотрите, значит, мы сюда налили два ковшика литровых, да, известки. Теперь два ковшика литровых глины. Вот мы видели, это жиденькое и это жиденькое, да? Мы их смешали, и она стала гуще, смотрите, намного гуще. Дальше насыпаем сюда песок. Песок песка берем примерно одну треть. Там у нас получилось сейчас 4 литра, да? То есть, ну, вот, вот, литр примерно. И в два раза больше опилок. Опилка вот такая вот, с ленточной пилы мелкая, да, крошка. Но эта опилка, это я для финишного слоя использую. Для увеличения теплосдерживающих факторов, значит, я беру стружку, вот, из-под рубанка со столярки. То есть, она более крупная фракция, да, более волокнистая. Ну, и в ней мелочь также присутствует. То есть, вот, насыпаем сюда. Опилка, без разницы, с новой лиственницей. Ну, в данном случае у меня лиственница, а вообще без разницы. В составе раствора примерно половина опилок. Вот, смотрите, по факту, вот здесь вот сколько получилось. То есть, вот эти вот, ну, и добавим мелочи, чтобы для связки, да? То есть. Особенность. Сначала, когда размешиваешь, кажется, что раствор сухой, густой. А потом, когда его, надо тщательно очень его перемешивать, очень тщательно. Значит, и он тогда разжижается, разжижается, разжижается. Опилки отдают, стружки, опилки отдают влагу, которая у них есть. И немножко разжижается. Вот такой он интересный раствор. Он легко сходит с мастерка. А, липнет нормально? Прилипает хорошо? Это глиноизвестковый раствор, да, прилипает нормально. Сейчас я вам покажу. Значит, я использую дальше современные мастерки. Материалы, чтобы, ну, немножко улучшить, так сказать, качество и прилипаемость, да, то есть липкость. Что я делаю для этого? Значит, обнаружил интересную особенность, что клей, геркулес наш, или подобный ему, да, замешанный на известковом молоке, гидрофобные свойства у него улучшаются, увеличиваются. Он сам по себе с гидрофобизаторами. Немножко налью, чтобы клея добавить. Потому что раствор уже нормальный по консистенции. А для клея, для геркулеса, термостойкий геркулес, который до 350 градусов, вот сюда добавим мастерок совсем немного. Ну, и когда готовим такие растворы, да, то есть, если это без добавления цемента, то есть, эта болванка может находиться сколько угодно долго. Вот тазик вот здесь, да, вот у меня. Здесь у меня глина, известка и песок. Здесь только пилок добавить? Да, да, здесь остается только добавить. Я отсюда вот набираю глинопесчаную смесь, известково-песчаную, добавляю опилок до полного ведра и досыпаю клея там совсем вот, ну, вот столько там, литр-полтора, вот на это ведро на 20-литровое, ну, полтора-два литра. Пирог создается так, сначала совсем рыхлый слой, мягкий, как амортизатор, на дранку, потом клея чуть-чуть побольше, чтобы пожестче был слой, по сетке, по металлической, чтобы сетка стала арматурой внутри слоя. И последний финишный слой, там клея еще побольше. Но где побольше клея, это на это ведро где-то 3 литра клея, ну, то есть, порошка клея. То есть, это же финишный, который... Да, почти под финиш, да, то есть. Основной будет держать какой-то. Который будет держать, да. Вот эта штукатурка была нанесена вчера. Вот это, вчера. Вот это какой слое? Это вот последний, который по стеклосетке, да. Тут клея чуть-чуть побольше. Он режется, да, то есть, ну, он достаточно крепкий. На него уже будет наноситься декоративная штукатурка, где клея будет еще больше. То есть, потому что финишный слой должен быть, ну, не должен падать на голову, не должен осваиваться. А подложка должна постепенно умягчаться. Умягчаться, то есть, потому что дерево, которое там, на которое оно нанесено, да, оно имеет свойство усыхать, сжиматься, разжиматься, то есть, при температуре. И поэтому тот слой, который на дереве, он должен быть рыхлый, мягкий. Да, демпфер. Да, демпфер, то есть, он должен быть амортизирующий. Ну вот, порядок действий, значит, такой. То есть, ну, это вот как образец стены, да, то есть, это USB, ну, оно такое шершавое, на улице повалялось. То есть, есть к чему прилипнуть. То есть, берем дранг, вот стена у нас кусочек, да, под любым углом, близким к 45 градусам. Сейчас, благодаря современным технологиям, да, то есть, я ее калачу пистолетом, значит, пальцем, пальцем вот так немножко придерживаю, да, то есть, чтобы был зазор. Первый слой, чтобы здесь был зазор, миллиметра 3-4, вот, вот он есть, видно, да, чтобы туда раствор тоже зашел. То есть, это в обязательном порядке. Раньше, когда не было пистолета у меня, а приходилось пользоваться гвоздями, значит, эта проблема решается просто. Дранги разложил на пинке и гвозди туда набил, 40-е, допустим, 50-е, да, толевые, с широкой шляпкой. Остатки от 800 метров дранги. На эту парилку ушло 800 метров дранги. Вот три палочки осталось двухметровых. Примерно под прямым углом скрещиваем, да, вот эти. Гвозди бьем в каждое сочленение. Вот это кусочек стены у нас, да, вот она вот так стоит у нас вертикально. Понятно, да? Обязательно смачиваем поверхность обильно. После обработки, так сказать, лазером, обязательно доведите напильником до конца. То есть, после того, как раствор размесил, уже он постоял, вот, ну, я всегда его мастерком подбиваю, то есть, как бы, чтобы это... И вот таким образом, с оттяжечкой, ну, как липнет раствор? Хорошо. Липнет? Липнет. Самое главное, с оттяжкой. Сотяжечкой, да. Ключевое слово, с оттяжкой. С оттяжкой, чтобы он, как бы, чуть-чуть еще размазывался, да? Зачем нужен шлипок? С шлипок, потому что при шлипке вода, которая есть в растворе, ну, то есть, вместе с глиняным молоком, вбивается в поры, которые вот здесь есть на шершавой поверхности в древесине. И завтра, и послезавтра, и в течение недели надо его смачивать, раствор, то есть, ну, смачивать вот с брызгалки. Когда не было брызгалок раньше, люди веник вот так мочили, и веником вот так вот набрызгивали, вот, или кисточкой набрызгом накидывали. Эта влага, которая отсюда, из раствора, уже вбилась вот сюда, в эту поверхность, она отсюда уменьшилась. То есть, и чтобы компенсировать ее, мы должны сверху побрызгать. И пусть она вот отсюда, влага с глиняным молочком, переходит туда в дерево. Тогда сцепляемость лучше. Нет, вот сколько слой толщины должен быть максимальный. Значит, на дранку можно накидать 3 сантиметра, безбоязненно. И все, потом берем деревянную, раньше были деревянные такие гладилки, берем, и вот так вот, вот такими движениями, вот. Вот, дальше его запихиваем, дальше еще между дранками, дальше пропихиваем, вот, именно вот такими движениями. Выгоняем воздух. Выгоняем воздух, да, выгоняем воздух и уплотняем смесь. В этом случае, когда у нас есть вот такой рисунок, да, поверхность сцепления следующего слоя будет больше. Если он высохнет, высохнет слой. Мы не успели, уехали на выходные, там, какие-то заболели, что-то причины. Ну, потом что делаем? Берем мастерок, кирочку, да, и вот так вот делаем. Ну, вот эти вот. Царапки. Царапки, чтобы увеличить, опять же, поверхность. Чтобы склеиваемость слоев была, ну, лучше, да. Вот, 3 сантиметра здесь слой. Этого достаточно, чтобы вот это дерево выдержало температуру 600 градусов в течение часа. Вот мы накидали 3 сантиметра, то есть защитили древесину уже от прямого огневого воздействия. Теперь этот слой надо закрепить, чтобы он при каких-то там набуханиях, усыханиях, то есть случайно не обсыпался, не обсыпался, да. Значит, что мы должны сделать? Я беру сетку, если вот такая сетка, вот, это 32 на 16, да, то есть, ну, это крупная сильно сетка, она неудобна. Штукатурам хорошо. Я такую сетку вдвое складываю, да, то есть, вот с перехлёстом ромбиков. Ну, вот так вот. Вот так. То есть, ну, предпочитаю, предпочитаю 12 на 25 сетку. Ромбик 12 на 25. То есть, здесь, когда мы вот так пригладим всё, да, то есть, вагонка, эта самая, дранка у нас будет просвечивать. Мы его видим, вот она. Когда подсохнет, он чуть-чуть усохнет, раствор меньше. Там она встречает. Да, и она будет полосками тоненькими, на дранке быстрее сохнет. И её видно, то есть, она просвечивает. Вот, потом что? Натягиваем сетку, вот эту, 25 на 12, прижимаем, короче, сетку. Это полусырой, когда вот он встанет, ну, сутки-два простоит, он ещё такой достаточно мягкий раствор. Прижимаем сетку, чтобы только пузырьки у нас сюда, то есть, ну, местами, где она прижата, да, то есть, чтобы она прижималась вот таким образом. И чтобы воздух на вспученных местах, чтобы оставался. Чтобы она как бы легла в середину слоя. Вот. И вот она есть, да, то есть, к чему прицепиться есть. И с тем слоем она схватится, да, с предыдущим. И вот этот новый слой, который нанесём, он зайдёт сюда-сюда и поверху ляжет. Там у нас дранка вот крест-накрест была вот эта прямая линия, да, то есть, вот так она была, да, вот так. Вот, поэтому бьём её вот так, чтобы она легла на все сопряжения, да, то есть, к тем, чтобы она легла, чтобы перекрыла и предыдущий слой, и тот слой. Чтобы сетка работала как арматура в слое, именно, чтобы она вот, ну, нажатие на растяжение, на трещинообразование, она должна быть в середине слоя, на равном удалении от той поверхности, которая сцепляется, и от поверхности, от наружной. Мы уже тот слой предыдущий, толстый, который имеет, так сказать, тенденцию к растрескиванию и к отхождению, да, то есть, мы его уже прикрепили. Делаем такой же раствор, но клея добавляем больше. Клей мы разводим на извести, не на воде. То есть, это у нас второй или третий слой? Это второй слой. Для неопытных, если опыта мало, то есть, лучше, конечно, отмерять его, допустим, мастерками или ковшиком на 20-литровое ведро, 20-литровое, это 2 литра клея. Ну, я на глаз так сыплю примерно, вот слой здесь сверху, а на второй слой 3 литра клея. Вот, ну, на третий слой уже стружку не добавляю, только мелкую опилку. И смотрите, консистенция раствора уже другая, он уже не такой жидкий, да, он, смотрите, более вязкий, более вязкий и более жесткий. Его можно накидать так же, да, ну, когда клея больше, уже он с мастерка сходит не так хорошо, и надо, чтобы мастерок был отполированный. Я вот пользуюсь болгаркой, вот чашка стоит, лепесток сотый, да. Ты полируешь? Да, я все время их пришлифовываю. Вот что происходит с мастерками вовремя не помытыми, со шпателями. И теперь, когда тащишь вот такого сорта раствор, он с мастерка не сходит, он шершавый, он тут прилипает, то есть, а надо, чтобы он соскакивал с него. Раскатываем обязательно в разных направлениях, то есть, вот так и вот так. Поперек, поперек ромбиков, да, и повдоль. И следующий слой, если мы работаем на сложных поверхностях. Сетку добавляешь? Стеклопластиковая сетка, не полимерная, а стеклопластик. Опилка? Опилка не добавляется. Если мы, это финишный слой, который мы хотим закрепить, да, то есть, который уже будет там, где мы когда-никогда не залезем, но чтобы он был, не пылился, не ослаивался, не шелушился, то есть, клей, геркулес, тот же самый клей, разбавляем вот такой вот смесью, глиноизвестка. Песок. То есть, ну, вот это заведенное, все кроме опилок, да, все кроме опилок, да, ну, я покажу на маленьком объеме, да, то есть, мастерком здесь сейчас подобью его, то есть, это вот, что тут есть, это, известка, глина, песок, да, то есть, и клей, клей уже на это ведро 4 литра, да, то есть, как бы, ну, больше, опилок нету, глина, известка, песок, все, то есть, что делаем, о, он, смотрите, он совсем салу какой, О, какой, сразу схватывался начал, значит, теркой намазываем тонкий слой, то есть, мы рассчитываем, что сложный подсох, второе, да, 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 то есть, на сухой уже мажем. Он подсох, ну, сутки-полторы простоял, на завтра, то есть, каждый слой водой смочим, правильно? Обязательно, обязательно, да, сейчас я не смочу, потому что тут мокрый раствор, намазали, потом лепим сетку, она вот в рулоне, да, она гнутая, то есть, ее на разгиб ставим вот так, вот так, и прихватываем вот таким вот движением, а потом расправляем на неровных поверхностях, вот, прилепили сеточку, она уже практически, да, прилипла, там, когда снимали купол, да, там, она кое-где просвечивает, вот, а потом что? Раствор, берем раствор, смотрите, добавил ГПС, то есть, не клей сейчас добавлял, да, и раствор сразу, сразу стал, загустел, да, схватываться начал, а теперь я беру следующую порцию раствора, и уже по этой вот рифленой поверхности, это, да, это уже все, это финишный слой, который потом мы побелим, то есть, сначала мажем раствор, потом сетку туда втапливаем, чтобы раствор сюда выступил, а потом только верхний слой. Ну, сейчас у нас раствор сырой, да, но видно, да, что вот эта концентрация, вот эта концентрация извести, которой я пользуюсь, да, вот, как густое молоко, ну, так и называется оно, извесковое молоко, да, смотрите, на абсолютно сырой раствор, я его накладываю, все, он высохнет, будет белоснежный. То есть, вот, там ямки, которые остались, да, вот, не пробелены, потом следующим поперечным слоем, то есть, два слоя на белом, обычно, обязательно, то есть, в обязательном порядке два слоя, один вот так вертикально, второй поперек. То есть, и здесь, получается, мы на этом можем уже оставить, ну, все работы, это уже финишное. Все, вот, я побелил, это уже все, финишный. Известку можно отколеровать, то есть, различными способами, да, то есть, есть колера для известки. То есть, к итогу можешь, так скажем, расширить понятие, где вот использовать можно эту методику и что она даст? Вот это вот, то, что сделано, это гораздо лучше, чем все современные материалы вместе взятые. В каком плане? Это теплоизоляционный слой, да, теплоизоляционный слой. Пять сантиметров, тут между делом, пока мы с вами болтали, да, пять сантиметров я накидал здесь. То есть, между делом, то есть, это очень хорошая тепловая защита. Это пара, пара, гидро, влага, изоляция. То есть, ни вода, ни пар, ни влага до дерева, до несущей конструкции не дойдет. Значит, когда мы говорим о возможностях применения, я уже говорил, что как пожарная изоляция примыкающих деревянных конструкций, которые рядом с печкой, лучшего еще никто не придумал. Никто не придумал. То есть, азбест, он вреден, его нельзя в помещениях применять. Хотя в нормах, в СНИПе 130 прописано два слоя азбеста 4-х миллиметрового и металл, оцинковка. Ну, азбест должен быть металлом закрытый. Но металл быстро тепло проводит, его разносит по всем сторонам. То есть, первое, это пожарная безопасность. Пожарная безопасность. Второе, это паровлажностный буфер. То есть, вот эти смеси имеют свойство вбирать в себя избыточную влагу из воздуха и удерживать ее в себе до момента изменения, так сказать, влажности. То есть, для отделки парной на стенах? Для отделки парной, то есть, как бы для отделки спальных помещений. Спальных помещений. Значит, когда есть известка у нас в составе штукатурки, воздух всегда чистый. То есть, он лишен фенолов и угарного газа. Где еще можно? На разделках. На разделках. На потолочных разделках. Вот лучшего тоже по пожарной изоляции в сочетании с ватой, с коалиновой, лучшего тоже еще никто не придумал. Потому что вату, она хорошо тепло сдерживает, она не передает тепло. Вата коалиновая, ну, вот керамобланкет или там кавул, или там как это называют. Мат керамически, неважно. Или просто коалиновая вата рассыпная. То есть, она тепло не передает. Но она впитывает в себя влагу. А когда она влагу в себя впитывает, она начинает передавать тепло, когда она влажная. То есть, она нагревается и легко тепло передает, чтобы защитить ее от влаги. Поэтому вот, известка с глиной, с песком, намазали просто слой на вату. К ней хорошо прилипает. Но ее также надо сбрызнуть. То есть, вот эта процедура, вот эта процедура, это непременная процедура при работе вот с такими растворами. То есть, водой не побрызгал, адгезия плохая. Дранку набил плотно. У тебя раствор повис только на одном слое дранки. То есть, вторая в этом смысле получается бесполезна. То есть, одна просто набита, бесполезна, которая плотником дерева к дереву. То есть, она для раствора, она никак ничего не делает. То есть, нужно то, что эту оттопыривает, чтобы под один слой дранки зашел раствор. И все. То есть, качество. То есть, когда делаешь какую-то работу, надо обязательно думать, какие процессы будут происходить с твоим изделием. И их учитывать, чтобы обезопасить и себя застраховать от непредвиденных ситуаций. Я за то, чтобы глино-песчаные смеси использовались, употреблялись. И, во-первых, по материалам-то это дешево. То есть, работа только дорога стоит. А по материалам это дешевле, чем все современные материалы. Поэтому не стоит забывать вот этих вот премудростей, которые раньше использовались. На то мы попрощаемся, потому что у меня уже язык болит. Ладно, спасибо, Александр Николаевич. Спасибо. Вам, что приехали. Все, всем пока. Сегодня у нас день очень длинный получился. Я думаю, что много интересного сняли. И со временем мы все это выстремим, покажем. Ставим лайки. Пока.